Значит, следующий у нас строк из 54-й посвященному тому, чтобы задействовать силу поведения противоездия. Когда мы совершаем нечто негативное, негативное деяние, и тогда перед каким-то свидетелем, который является силой нашей опоры, и мы раскаиваемся и признаемся во всех негативных деяниях, которые совершили в прошлом. И также нам нужно закрыть все негативные деяния, которые мы совершили. И нам нужно решивать решение и сказать себе, что я так больше не буду поступать в будущем. И в то же самое время нам нужна сила, сила, чтобы исцелить все то, что мы сделали. И Шантедева приводит здесь такой пример, если кто-то болен, и этот больной человек испытывает большой страх от болезни. Но этот пациент сам никогда не поступает так, как ему советует врач. И даже если этот человек напуган, как можно излечить болезнь такого человека? Мы с изначальных времен и до сегодняшнего дня, у нас была постоянная эта болезнь. Это болезнь негативные эмоции. Например, это гнев, зависть, привязанность и так далее. И эти болезни все время пронизывали нас и создавали нам проблемы. И сейчас пришло время выслушать доктора советы духовного друга. Как поступить так, чтобы больше не совершать негативные деяния в будущем? Как можно применить противоядие против негативных деяний? А также, кто может разрушить наши негативные деяния? Никто не может. Это можно сделать только нашей собственной добродетелью. И в мире, если мы исследуем лекарства, которые смогли бы победить болезнь наших врачающих эмоций или же негативных деяний, или же все то плохое, что придет след за негативными деяниями, которые мы совершили под воздействием обращающих эмоций. Нет никакого другого лекарства, нет никакого исцеления, кроме добродетеля. Это только практика бодхичитта, это только следование сущностным наставлениям. И сейчас нам повезло, мы обрели человеческое существование. И это великая возможность для того, чтобы встретиться с буддами и бодхисаттвами, которые являются всеведущими. И это всеведение понимает полностью все болезни обращающих эмоций. И мы полагаемся на это всеведение. И мы должны принять это лекарство сущностных наставлений. И таким образом мы можем убрать весь дискомфорт, который причиняет нам болезнь. И если мы не слушаем, то если мы не признаем, не принимаем этих существных наставлений всеведущего, если мы не практикуем дарму, то это полная глупость. Поэтому сейчас нужно полностью принять сущностные наставления Будды, принести их на путь, кушать их, пить их, практиковать каждый момент, принимать пищу добродетелей. И дать обещание, или дать себе обещание в каждый момент, говорить себе, я больше никогда не буду делать ничего негативного. Сказать себе, я не буду просить отца, я не буду просить мать, я не буду просить моих друзей, и я это решил сам. Сегодня, прямо сейчас, я больше никогда не совершу ничего негативного в будущем. И вообще, 10 негативных деяний. Я хочу полностью их восстановить. В каждый момент, что-то возникает, и я буду применять эти противоядки. И тогда это самое лучшее раскаяние. Если я не буду слушать сущностные наставления Будды и всеведущих, то будет очень жаль, это будет очень глупо. Например, мы можем взять пример, если я попадаю в маленькую ямку, или что-то падает на улице. Если мы немножечко повредили свое тело. Сколько нужно прилагать внимания, чтобы избегать подобных и опасных ситуаций. Но что касается наших негативных деяний, Может быть, на самом деле мы попадаем в глубочайшую яму аппарата, или же голодных духов, или же животных. Почему нам тоже нужно заботиться об этом, пока мы не попадем в яму смерти. И чтобы нам не попасть в опасные места. Нам нужно об этом думать и заботиться. И на протяжении длительного времени мы постоянно попадали в эти неприятные дыры, некомфортные дыры, в эти неприятные глубокие ямы, самсары, адов, голодных духов и так далее. И, как и прежде, мне все это нужно делать очень быстро. А мы говорим, сегодня я могу поддерживать это. Кто знает, может быть, завтра что-то случится. И это уже случалось. И сегодня я могу поддерживать совершенные дисциплины в руки сам. Иногда, я думаю, в нашей жизни мы можем всегда выбирать. Мы не можем стать любым человеком, каким мы только хотим. Может быть, в жизни мы все время совершаем негативные поступки, принимаем наркотики, пьем алкоголь, убиваем, воруем, сенсуально себя неправильно, и так далее, и так далее. И, в конце концов, будем ли мы счастливы? На сто процентов нет. Будет еще страшнее, будет еще меньше счастья, и также будет еще больше сожаления. И с внешней стороны, с точки зрения семьи, с точки зрения друзей, с точки зрения общества, вы просто не человек, а мусор какой-то. вы не думаете о тех, кто выше вас, вы не думаете о своей семье. мы говорим, у меня есть семья, но она ужасная. И, окей, я не могу ее выбросить, я не могу куда-то идти. Это моя семья, но она ужасная. И с этой точки зрения, мы никогда не получим счастливую семью. Мы ничего другого не получим. И мы внутри, вот этот ум, ум это всегда ум. Нет никакого сомнения, что наш внутренний ум постоянно ожидает чего-то хорошего. Но телом, речь ум, мы все время треемплое. И тогда, как ум может получить счастье? Даже в нашей жизни. Если мы не сделали ничего плохого, мы, может быть, так же не сделали ничего хорошего. Мы были просто неплохим человеком. Может быть, внешняя семья, друзья, общество, может быть, ценит. Они говорят, ну, вроде как не такой уж позитивный человек, но он хороший. Тогда мы счастливы. Мы говорим, в твоей жизни все в порядке. Я особо не вредил другим. Я все время старался делать по мере возможностей. Конечно, если мы совершаем что-то позитивное, то тогда у нас начинает сиять солнце, и оно остается всегда. Нужно раскаиваться во всех тех негативностей, которые мы совершили. Тогда, например, если мы совершили что-то великое, добродетельное, если мы никогда не убиваем, И за нами не будет тянуться никакого негативного состояния, вообще не будет негативного состояния, мы будем счастливы, мы будем свободны, и будем искренними. И если кто-то скажет, что ты умрешь завтра, я скажу, ну ладно, я приехал, пришел на остров человечества, и я никому не помешал, и мне нравился этот остров, и я сделал что-то хорошее, может быть, это золото, позитивные фруты, позитивные пикник, и когда я затем уезжаю из этого острова, я счастлива, потому что мой карманчик наполнен позитивными денежками, и это замечательно, это совершение позитивных деяний, это мы делаем не для Бога, мы не делаем это для Будды, мы не делаем это для учителей, мы делаем это для самих себя. И я иногда об этом думаю. В Тибете есть такое тематическое выражение, и если ты не делал ничего позитивного, и постоянно делал негативное, лучше езжай туда, где никого нет, чтобы тебя никто не знает, ради Бога, лучше тогда умри с животными, чтобы ты не делал ничего негативного. В нашей жизни можно во что-то верить, можно не верить, можно быть буддистом, можно быть буддистом, и быть. Самое важное, думать о неотступности, негативные последствия негативные последствия на сто процентов это наши взрытые препятствия, те, кто нам постоянно создают проблемы, и во всем этом нужно раскаиваться и ощущать, и в будущем нужно также применять поэтому здесь Шантедева говорит сегодня, по крайней мере, я не умру, ибо непременно наступит время, когда я прочусь, я не могу расслабляться и быть ленивым, потому что в один прекрасный момент я исчезну отсюда, и в этом нет никакого сомнения, и кто мне может дать какие-то гарантии, и как я могу избежать такой ситуации, и не я сто процентов исчезну, и что мне придаст уверенность в сердце, и как я могу сделать свой ум более легким, и что я для этого сделала хорошего, и с тех пор, как я родился в этом мире, я помню, я особо ничего хорошего не совершал, и тогда как в моем уме может появиться сила, когда мы уезжаем в отпуск куда-то, конечно, сначала нужно проверить банковский счет, и банк этому не очень радуется, и вообще уезжать в отпуск куда-то опасно, банк говорит, и они говорят, да без проблем, можешь отправлять в отпуск, можешь тратить сколько угодно, у них нет никакого плохого чувства в сердце, и мы отправляемся в отпуск, может быть вам нужно поселиться в какой-то хороший отель, и вы будете в приемной, и вы администратора спрашиваете, как вы зовут? как вы зовут? мой имя хранцемый ниппер, я мистер совершенства, мой имя мистер хранцемый ниппер, и все делают странное лицо, но что поделаешь, такое имя, спрашивают, по какому адресу вы желаете? 25, 25 адрес, и администратор говорит, ладно, 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 Which rooms? Oh, 5-star room. Okay, please, are you going to pay cash or credit cards? No problem, my credit cards. And inside, are you a doubt or you are not doubt? You know? And when you put your card into the destination, card is going to cry or not? If cards don't cry, it's very good. We can go to the 5-star hotel. Card says cry, no sorry, no money. I can't read through. Then the check desk says, sorry, you haven't read more, Mr. Nipple, go out. What can we do? Then the holiday is not very happy. Then the holiday is not very happy. Then the holiday is not very happy. And therefore, it's the same. Which kind of confident? And therefore, it's the same. Which kind of confident? Remain confident in your mind. You know, it's that kind of sting. Power into our mind. That is, we need to do something. Quickly. This life is left behind. And we really kind of go to holiday. How we can to bring? Who can to bring? Who can to bring? Only it's like the ugly. Friend of your positive and negative comes with you. Okay, okay, okay. There's lots of mad. But anyway, that moment, and any country, your families, your friends, you need to put them behind. You know, in the Karmalimba says, that members, you are going like, you know, hair is full from the butter. You need to give along, sir. You know, in the Karmalimba says, that your conscious needs to wander along into the samsara at the beginning and to wrap now. And also now, from now, and in the future, also our consciousness is going to alone. Who can to come with you? No your finances, no friends, no your friends, no your position, no your belongings? And in that time ... И с нами останутся только позитивные и негативные деяния. И в этом случае, сейчас самое хорошее время для того, чтобы начать совершать позитивные деяния. Если мы совершаем позитивные деяния, все время будет приходить счастье. Если мы будем делать что-то негативное, естественным образом, будут приходить неприятные вещи. И нам нужно об этом думать днем и ночью. И тогда нужно избегать негативных действий, как только можно. И как только можно, больше нужно принимать позитивные деяния. И это наша индивидуальная ответственность. И нужно принимать обеты Бодхисаттвы. Нужно принять свой поток информации об обетах, обещания Бодхисаттвы. И информацию о том, что служит противоядием к негативным действиям. Каждую секунду применять противоядием. А если я отвернусь от этого, то будет жаль. Потому что негативности постоянно приносят страдания. Поэтому зачем я накапливаю такое? А позитивные все время приносят счастье. Но я никогда ничего позитивного не совершаю. Получается, что я сам себе наношу вред. И сейчас перед лицом Будды Бодхисаттвы я честно, напрямую, и со стыдом, со смущением, говорю о том, что негативного я сделал в прошлом. И складываю ладони на уровне сердца. И еще и еще раз клоняюсь Буддам и Буддхисаттвам. Я хочу раскаяться из глубины своего сердца. И я вам молюсь, Буддам и Буддхисаттвам, вожатые и защитники этого мира. Пожалуйста, примите меня таким, как у меня есть грешного человека. Для того, чтобы очистить мои негативные деяния прошлого. Для того, чтобы помогать между будущим. Я никогда больше не совершу негативные деяния. И это особый способ, как можно применить силу противоядия. И последние две строчки. 65. Commit yourself to the power of the resolve from the depth of your heart. 65. Я поверяю вам свои злодеяния и преступления из глубины сердца. It says that all these actions, evil as they are, then it's to say that I promise I will never do again. Fantastic. Прекрасные слова. Okay, then. And we continue. Будем продолжать. You are looks like sleepy. Похоже, что вы спите. Do you have any questions? Может быть, вопросы какие-то? And if you don't questions, I'm going to next like... Retroaching. Нет, если нет вопросов, то тогда у нас есть сорадование, но у нас есть вопросы. Okay, questions. What questions? Right, yesterday we were talking that the object of offering is pure if we don't have the hope to get something in return for myself. Object? The object, the offering is considered to be pure if the one who is offering doesn't have any hope to get in return some benefit from itself. That's pure of the motivation. Okay, let it be pure of the motivation. But at the same time we want to achieve enlightenment because we want happiness. Not happy, your happiness. It's a sentient beast. Benefit of sentient beast. Значит, первая поправка. Мы движемся к состоянию сугаты. А, значит, вопрос состоит в том, что с одной стороны подношения считаются чистыми, потому что мотивация считается чистой, а чистая она тогда, когда мы не ожидаем ничего получить взамен. И в то же самое время мы как бы... Почему мы движемся к состоянию сугаты? Это прежде всего наша мотивация, что мы хотим получить счастье. А вот ремпачек говорит неправильно. Мы двигаемся к состоянию сугаты, потому что мы не хотим для себя счастья. Мы хотим счастья для всех живых существ. I want to become enlightened man. Мы говорим, я хочу получить просветление. Happiness for others. Для того, чтобы принести счастье другим. Для того, чтобы принести благо другим. Yeah, but the first Bumi is called joyful. It means joy for me. So when I move on the path, I don't even want the joy, we all want joy. Yes, enjoy. Because you make happy others, you're automatically happy. Так как мы приносим радость другим, у нас счастье появляется автоматически. Вопрос в том, что с одной стороны нам не рекомендуется при подношении ожидать каких-то результатов, с другой стороны все наши движения на пути к просветлению обусловлены тем, что мы хотим обрести счастье. И в этом человек усмотрел противоречие. А ремпачек объяснил, что никакого противоречия нету, потому что мы не хотим счастья для себя, мы хотим счастья для других, тогда автоматически мы получаем счастье для себя. Когда мы достигаем первого бумя, можно просветлить 100 живых существ. Не 5. Не 5. Там сколько темпичи. Можно? А не женщина, жила дома. Ну и там же помнил пауза, этот, как его, замал, 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 и пошла кальция и камень, и очки, ай, можно найти, можно поймать его. Два Вова. А ты? Ну, этого дома. Как Два Вова. Да. Ну, она позвонила по улице, приехали, собаки. Позже, может поймать, и, да, как было. Ага, угу, угу. И, собака поймала, и ее, обрали, вот этот пальцем, и эта началась видеть, например, они снова посадились. Домового посадили? Да, классно. Он такой, не слыхал такой. А что там, это? А кто? There is a little spirit who is living in the house and sometimes he is stealing glasses, sometimes he is stealing green, so they could not catch him. And then they call the policeman and the dog that's got this little spirit, В чем различие исходства блаженства Будды и счастья Блаженство Будды не загрязненное, а счастье живого существа загрязненное Все? Все Вот иногда человеку во время пути, допустим, следователя, когда он хочет стать благописатым, приходится совершать неблагие деяния, но их причиной как бы она благая, да? И вот такой вопрос, что в этом случае каким образом происходит? То есть все равно наказание все равно неизбежно, причиной следствия неизбежно происходит, но в каком, в этом случае как, каким образом она происходит? То есть там видно, что она изменяется, но как? Олегче Олегче Если была хорошая мотивация То тогда не будет никогда негативных дел Ну а вот эта история, где там пиратов убил, он там стоит все равно, в конце концов, в последующей жизни он все равно понес на это И если нет хорошей мотивации Можете делать все что угодно хорошего, все равно это будет негативно И поэтому мотивация очень важна И поэтому мотивация очень важна А вот можно уточнить? Насекомых Мы здесь поднимали такую болезнь Чтобы мы не делали, мы топчем насекомых, да? Но в то же время у нас нет мотивации какой-либо негативной, ну убить, да? Вот как это созреет в итоге? Созреет ли, да? И как созреет? Ну таким образом Ну так, если мы делаем инсектов Мы убили инсектов каждый момент Мы даже не знаем об этом Мы не имеем никакой мотивации Но мы их убили Как будет мотивация такой мотивации? Ну да Обычно у нас есть три видов деяния Это позитивные деяния, негативные деяния и нейтральные деяния Нейтральные деяния Нейтральные деяния, как это то есть мы это делаем, но не так, чтобы мы хотели это делать. Мы неосознанно знаем. Это также иногда имеет свои последствия. И поэтому, когда мы раскаиваемся, мы говорим, что мы раскаиваемся от негативных деяний, которые мы совершили напрямую или же косвенным образом. В большинстве случаев да. Что бы мы ни делали, всегда будет какое-то последствие. Например, если мы просто сделали рукой жест, к этому уже будет последствие. Каждое движение, каждое движение, движение тела, речи или же ума, каждое движение будет вести к чему-то еще. Это очень важный вопрос, потому что есть также естественные движения. и естественные движения. Позитивные, негативные они бывают и нейтральные. Это особые движения. Может быть, осознанные деяния бывают позитивными, негативными, они вряд ли будут нейтральными. Потому что это конкретное деяние, и ты сначала подумал. Я говорю, что я буду делать что-то позитивное или негативное. Но естественные движения, они бывают три. А без движения вообще не было бы ничего. Все время что-то двигается. Мы спим, едим, сидим. В любое мгновение все равно есть движение. И это движение. Сейчас нам нужно сменить направление. Соответственно, есть мотивация. А мотивация это и есть корень процесса изменений. В уме. Вчера мы уже говорили. А ум имеет сущность, имеет свою природу. Имеет то, что мы называем реальностью ума. В тексте можно встретить много таких темперов. Он говорит, что он никогда не приходил, не уходил. Ум нигде не покоится. И это называется естественной реальностью. Но отсюда происходят все движения. Естественным образом. Автоматически. И как только произошло какое-то движение. Это было маленькое-маленькое движение. Это маленькое уже позитивное или негативное. И естественным образом образуется что-то негативное. И если у нас нет внимательности. То тогда это негативное начинает развиваться. И идет это негативное развитие. А в молитве, вдохновенной молитве Саматабатры. Говорится, что есть одна основа. Два пути, два результата. И вот потом это развивается, продолжается. И образуется два пути. Самсарический путь, самсарический результат. А потом маленькое-маленькое движение, но позитивное. И затем образуется путь нирваны. И образуется результат нирваны. И сейчас у нас то-то, то-другое возникает. Эти две мысли, они никогда не являются постоянными, зафиксированными. И они никогда не возникают вместе. То одно, то второе. И поэтому вот сейчас у нас что происходит? Мы ничего не можем сделать с умом о том. И даже с ним не надо ничего делать. Даже Будда, зачем нам нужно что-то переделывать? И даже если появились живые существа, все равно это о том никогда не загрязняется. Но мы сейчас работаем вот в этих движениях. И если пошло негативное движение, примените внимание, примените мудрость. И надо применить также сущностные наставления и учения для того, чтобы поменять, повернуть эту негативность в сторону позитивного. Как сегодня утром мы говорили о мотивации. Как только возникла негативность, мы ее распознаем. Если негативность, мы тут же сам превращаем ее в позитивное. И тогда вот каждый момент мы исправляем, исправляем это негативное. И тогда, когда меняются эти маленькие мысли, то тогда все движения тела, все движения речи автоматически также меняются. Лан Чен Па приводил такой пример. Корень дерева лекарственный он. То тогда и ветви, и листья также будут лекарственными. И если корень этого дерева будет негативным или же ядовитым, то тогда на таком дереве никогда не будут расти лекарственные листики. Поэтому корнем является мотивация. И маленькими чащами и чащами, я сейчас говорю, работать вот с этими маленькими движениями и тут же их менять на позитивное. Позитивное действие будет развиваться, развиваться. И затем мы можем говорить о пути, о буме. И в конце концов, абсолютно все действия, движения превратятся в позитивное. И это то, что мы называем просветлением. У нас будут продолжаться действия. Мы будем существовать, мы будем. Но будут сплошные позитивные действия. Будет то, что мы называем нескончаемой активностью куба до конца самсары. И это то, что мы называем присоединением. Я не знаю, что это то, что мы называем. В этом ничего не могу сказать. В этом месте мы будем снять. Есть, есть. Слава?! — Слава! Слава! — Спасибо. Спасибо.